Добрый день, дамы и господа. Давно не было софта на этом канале, хотя ради этого он и создавался, собственно, в Bundle Hunt. Новый Bundle остался всего лишь один день до окончания. Как я понимаю, он начался на 11.11. И я как-то немного прослакал этот момент, потому что был занят покупкой телефона и, собственно, его настройкой. Так вот, здесь, как написано, около 49 приложений. Из них часть я не смог поставить, потому что у меня старый Mac, пускай он не запускается через SSD на новой операционке, но железо старое. В общем, выглядит это вот как-то вот так. И прямо сейчас происходит тест приложения под названием One Click Recorder, то есть я пишу поверх рабочего стола через это приложение, потому что само приложение не поддерживает запись через веб-камеру. Веб-камеру, кстати, я тоже сейчас тестирую. И здесь есть бесплатные версии ограничения на запись в 3 минуты. Так вот, ланчпад. Вот здесь вот в этой папочке. Bundle кончается, говорю вам, с 17 наибая в 3 часа и ночи по Москве. И здесь я собрал то количество приложений, которые обозревать я как-то особо не буду. Аккаунта Spotify у меня нету. iOS-устройства у меня тоже нету. Вот на iPhone я не заработал, вот на Pocophone, да. Бедный Pocophone. А клонировать жесткий диск тоже у меня нету жестких дисков для клонирования. Я не программист, чтобы показывать вам Азор коды, кодировщик, а не знаю, как он там, редактор. Но все те программы, которые здесь есть, вот на этом ланчпаде, в этом окне, они запускаются, как минимум один раз, тыкаются в кнопочки и понимаются, нужно это брать или нет. Как ни странно, в этом ноябрьском Bundle очень-очень много приложений, которые все-таки стоит покупать. И поехали. Ну что ж, One Click Recorder, приложение, которое начало превью данного ролика, то есть краткое ознакомление, началось прямо с него. То есть я писал с этого ролика, с этого приложения. Сейчас мы его вам откроем. И выглядит она вот как-то вот так. Очень простое. Можно выбрать. Писать либо весь экран, либо какую-то отграниченную область. Область можно перетаскивать. Сейчас мы вам ее. То есть ничего особенного в сравнении с кучей других приложений здесь нет. Ты берешь, выбираешь себе нужную область, выбираешь, чей же что писать звук. Вот, кстати, качество. Я выбрал максимальное качество, но вот этот ролик, который был на превью, он занимает или 70, или 50 мегабайт всего лишь. А качество звука я менять не буду. Ну и проигрывание видео после записи и куда сохранять файл. Дальше можно туда добавить фотоармарк, вот эту подпись. И все. В чем прекрасное качество данного приложения, оно записывается в один клик. То есть ты нажал запись, через секунду-две, лад может быть связан с тем, что у меня старое железо. Тут же начинается запись, когда ты нажимаешь вот сюда вот. Как вы видели, там бежал такой значок. Остановишь запись, он автоматом сохраняется. И там появляется файл где-то 50 мегабайт за минуту. В отличном качестве. Термим, так сказать. И больше тебе ничего не надо делать. Тебя не будут спрашивать, как копитайм, каждую запись. Сохранить туда, сохранить сюда. Одно диалоговое окно, второе диалоговое окно. Поэтому за те деньги, которые за нее хотят, хотят за нее всего лишь 3 доллара. Первое приложение, которое позволяет вам скачивать видео из YouTube. Я его не запускал, потому что, как вы видите, здесь 2, всего лишь 2, вот жадная сволочь, всего лишь 2 бесплатные загрузки. Войду в свой канал, так уж и быть. И скачаю свой же ролик, ну, потому что, чтобы сам себя в случае чего не забанить. Вы копируете видео, вставляете, и должна появиться кнопочка скачать. Купил хорошее приложение под названием K, чуть не сказал K Little Kodak Pack. Где-то оно здесь было, но я не уверен, что я его скачал. Да, вот оно. 4K Video Dolan, очень хорошее приложение. Всячески вам ее рекомендую. Вот так вот видео. Хоп, скачать. И настройки, которые здесь есть, тоже как-то особо не радуют, скажем так. То есть, настройок очень мало. Поэтому я все такое не ставил, но, опять же, сколько оно стоит? 2,5 бакса. Лучше не брать. Color Snapper. Color Snapper, что это такое? Вот. А это у нас то, что я уже не понял. Вот честно. Как я понимаю, это тоже что-то связанное с программированием, что-то с... Что-то с чем-то. И это как-то... слишком много денег хотят. Вот честно. И я не понял, зачем оно нужно. Где оно? Куда оно? И... Вот честно. Вот честно, я не понял смысл этого приложения. Поэтому, я думаю, мне стоит его просто переместить вот сюда вот. в разделе не помнит их. You do you do the start menu. Вот это уже прикольная фишка. Это такое альтернативное меню для мака. То есть, это и программа, которая позволяет вам закрыть некоторые приложения, которые, например, вам не нужны сейчас. Ну, тот же Erle, который у нас выполнил свою задачу, ее можно закрыть. Неплохо. Следующее у нас приложение. Как я понимаю, версии и запуск. Допустим. Очистка корзины. Вроде бы там ничего нету. Опять security. Security? Ну, как вы поняли, и загрузки. Давай, давай. И что мне не нравится, то что здесь нужно в точку попадать. Окей. И вот, собственно, загрузки. Тоже позволяет их чистить. Ну, тоже ничего особенного. Это у нас уведомление. А, это у нас автозагрузка. Отключение жестких дисков или образов. Быстрый доступ. Ну, тоже такой. Я все такое не взял. Drive DX. Фактически, как размер кропа на Nikon. И он позволяет оценить здоровье ваших жестких дисков. Вот я сейчас смотрю на серийный номер и состояние здоровья своего основного жесткого диска, на который поступался вместе с макбуком. Ну, вот, для тех людей, которые любят посмотреть все вот эти вот индикаторы здоровья, не знаю, сервисным инженером, например, который любит восстанавливать файл или там следить за состоянием здоровья флешек, ну, может быть, такое и имеет смысл быть. Что-то может быть в этом есть. Настройок тоже здесь не очень много, но, в принципе, если свою задачу выполняет, то почему бы и нет. Ну, мне пока особо такого ничего не нужно. Файн Пайн. Вот это уже приложение лучше. Я даже перемещу себя вбок. Это приложение, скажем так, экшенов, быстрых действий, которое позволяет вам, настроив такую дробзону, ну, по аналогии с одноименным приложением, перетащив сюда приложение. Контайн Триал. Оп, вот так вот. Здесь же настроить, прямо в этом же вот приложении, экшен, которую вы будете делать с этим файлом. Вот вы берете, либо отменять, либо заархивировать, куда-то переслать, переслать по почте, посмотреть на файли, удалить, куда-нибудь конвертировать, распечатать, и все это можно настроить. По-моему, что-то в этом есть. Отличное приложение. Вот за это уже стоит денежку очень даже отдать. FireTask. FireTask это такой аналог. Омнифокуса, да, приложение, которое было первое у меня по системе GTG. Уже забыл, как оно называется. Вот здесь Омнифокуса 2 стоит у меня. Пять лет хотел сделать обзоры, как-то руки сегодня дошли. Это приложение для него. Вот. Это идейные наследники. Здесь куча настроек, куча интеграций, синхронизаций, задач. Но, к сожалению, во-первых, на английском языке. Во-вторых, оно, как я понимаю, изолировано. Существует только на маке. Вроде бы. Я на сайт к ним не лез. И особый смысл при наличии Think на маке, ну, на айфонах, да, на iOSI, там, Todoist, который по подписке, и всех остальных менеджеров. Ну, я не знаю, имеет ли смысл изучать еще одну тудушку Garage Se, не помню, что это такое. Ноу. Ноу. Вот это вот, да, я не понял, приложение тоже можно было туда уйти. Это какое-то монструозное приложение для чего-то, настройки чего-то, редактирования, текста или что-то еще. Вот. Я не понял, что это такое. Это вот еще лучшее GTG, как я понял. Да. Да, это так. С подпиской, к тому же, как вы видите, нехилой. Это у нас что-то типа учета финансов. Вот, честно, не понял. Опять же, это все по-английски, с английским не фигово. Или это учет eBay. Не знаю, не понатно. Вот это вот Hate Steelers, тоже приложение для управления со стилусом. Со стилусом, со стилуса. Но я, как ни тыкал, не понял, как она работает. Во-первых, у меня нет вакуумовского дигитайзера, а вот тот, который айфоновский, в смысле, маковский, как это все работает. А, у меня тачпад вздох. Прямо во время обзоров. Ужас какой. дайте мне деньги на обзор. Вот честно, я пытался нажимать куда угодно, неинтуитивно, непонятно. Постоянно высказывают менюшки, постоянно оно куда-то лезет, что-то хочет сделать. В общем, нет, чуваки, я вас покупать не буду. Вы меня вот этим спамом, который лезет из-за нажатия каждой менюшки. Вы вот все. Товарищи, идите нафиг. Hope или Hope 5. Это у нас что-то с HTML, тоже куда-то туда. В сторону программистов и что-то такого. А, что мне нравится в обзорах и установке нового софта, это то, что каждое новое приложение хочет тебя обрадовать своей видеоинструкцией. Вот это что-то монструозное. Я, чуваки, честно разбираться не хочу. Сцены. Это что-то монструозное, очень-очень узкоспециализированное. Извините, что это не обзор, а больше просмотр менюшек, но как-то смысла в данном видео при его потере его актуальности, скажем так, через сутки. И вообще у меня ремонт. Скиньте мне денег. Мозаик. Мозаик – это хорошее приложение. Тоже всячески рекомендую. iOneClickRecorder, FilePine и Mosaic точно вам могу рекомендовать. Отличная штука. Оно позволяет вам настроить очень хорошую штуку. Оно настроит рабочие столы вас. Только для этого нужно в ней разобраться, потому что последний раз, когда я ее открывал, вот оно, менюшка, позволяет настраивать кучу приложений и сразу вот так вот давайте. Они ее проапгрейдили с того момента, когда я ее последний раз видел, так что у меня вот сейчас отвисает челюсть. То есть вы видите, да? И вот раньше это все выглядело по-другому. И вы можете выбрать вот это тоже must-have для тех, кто очень часто работает на внешних мониторах. Вот у меня сейчас один монитор, скажем так, для мониторинга. И тот, на котором я записываю видео. Потому что на Full HD это самый распространенный формат, и опять же 2К монтировать на макбуке 2012 года как-то очень тяжело. И вот это уже такая вот штука. То есть если вы можете настроить, захотите заморочиться один раз, настроить себе по аналогии с Beta-Touch-Tools, которым я сейчас пользуюсь, все ваши окна, то есть вы монтажите видео, сидите в соцсетях, выберете какое-нибудь приложение, расставляете окна. Вот точно так же как Beta-Snap-Tools, вот так вот, видите? Оно вот так расставляет окна. Вы точно так же заморачиваетесь и ставите настраиваете приложение вот это вот мозаик. И при шот-карте, которой, я уверен, вот здесь вот менюшку можно сделать, вы выбираете себе один рабочий стол, вбиваете туда все вот эти шот-карты и потом просто переключаетесь между всеми окнами. Вот это вот отличное приложение чуваки надо брать. Вот если один раз заморочится настроить шот-карты группы видите от группы 1, 2, 3. Чуваки вот за это спасибо. Не знаю сколько стоит, но до 10 баксов я готов за данную программу выложить. Следующее приложение заслуживающее наше внимание называется NX Power Lite десктоп, который позволяет ужать документы. Я нашел только файл документ в виде PDF. Вот есть у нас файл патологии по ковиду научные документы они весят в PDF очень много ты его загружаешь выбираешь то до какого качества ты это сжимаешь потому что многие просто не умеют пользоваться нормальными приложениями для сжатия файлов и PDF выходят не знаю просто как будто сделаны из больших равок на компьютере то есть сжал жпеги потом сделал PDF получил маленькую PDF многие просто кидают кучу файлов как они идут и когда у вас мобильный телефон он все вот эти файлы по 200 мегабайт в виде PDF очень плохо переживает берешь сжимаешь прогоняешь через это приложение опять же степень сжатия PDF PowerPoint Word степень сжатия разрешения нажимаешь ok count и ждешь когда она закончится когда закончится у тебя выйдет вот такой вот файлик весом например не 20 мегабайт а 8 и когда ты полезешь его сравнивать а что ж такое поменялось да давай вот сюда раз два извините какой PDF документик был такой был вот мы открываем 67 страницу и смотрим на текст даже на картинку даже и мы видим что картинка разная вот здесь она более приятная качество здесь менее приятная соответственно она здесь приезжата приложение ондерсофт аудио рекордер вот это очередная очистилка iOS которая забыл сложить вот эту папочку поэтому она идет до лучших времен ондерсофт аудио рекордер это какая-то шляпа извините меня я не смог с ней разобраться как-то смысла нету и iTunes видеоконвертер который по идее должен конвертировать музыку из iTunes но вот я скачал одну песенку нажимаем конверт тарел и ничего не происходит появляется какой-то файл и будет ли он у нас воспроизводиться это еще большой большой секрет не будет воспроизводиться и следующее приложение которое заслуживает внимания сейчас мы до него дойдем пойдем по PDF все равно пусть будут эти PDF вот он вот такой создается файлик чтобы его открыть нужно ввести пароль и окей ты его открываешь тоже иногда бывает полезно находишь файлик даже если его уже удалил берем раз добавляем не хочет добавляться оп и смотрим что тебе нужно какой степень сжатия какое какая и собственно все настройки в этом приложении опять же не особо много но иногда такое нужно приложение фото это milx который сжимает фото и вот это уже заявка на победу заявка на победу потому что здесь очень много форматов и очень много настроек я использую до сих пор приложение джпек мини которое было куплено не знаю по-моему в году 2014 или 2013 но у него минус прямо в названии он сжимает только джпеги я не знаю как она работает с новыми файлами от айфонов то есть которые не джпега как это называется по-новому и он не работает с png вообще только джпеги то есть ты делал фотки скан с ник на виде равок вторые у тебя были джпеги вот джпеги тебе нужно сжать или не знаю старых айфонов там андроидов тебе дали папку там фотографии с отпуска 50 мегабайт гигабайт тебе их нужно сжать не знаю раза в 3-4 ты прогоняешь через это приложение и если человеку не нужны геотеги и дата создания файла вот такая вот штука вот это у нас получается то же самое ты можешь выбрать степень сжатия сейчас мы это проверим на наших скриншотах вот так вот оп вот так вот видите джпег размеры и посмотрим сколько они занимают 120 мегабайт хорошо сейчас мы тебя конвертируем интересно только куда rgb в джпеге хорошо отлично вот это вот приложение точно заявка на победу ух ты вот это уже да в этом что-то есть качество name and index original побежали давай куда сжать вот куда-то сюда и сжимай давай давай так это у нас было 120 png которые весили 180 мегабайт по-моему 128 они весили content real надеюсь там watermark даже если было это не очень существенно так снимок экрана давай вот так сколько 179 допустим и сколько нас тут 33 мегабайта что-то в этом уже есть и качество ну конечно видно что это пережали вот с нашего 2к дисплея то есть изначально было 2к и чуть-чуть его ужали но это приложение имеет смысл для покупки очень даже я думаю даже лучше чем шпек мини потому что она поддерживает другие файлы другие форматы и имеет степень сжатия тоже неплохая заявка на победу и на покупку и следующая заявка на покупку если бы не было замены это полтубы для скачивания видео из ютуба здесь достаточно много очень много настроек в каком кодеке вы будете качать вот этот я был удивлен поятно поддержка расширения прокси обновление есть гайд и можно скачать видео опять же качать я буду со своего сайта чтобы в случае чего не нарваться на бан и уберем вставляем кстати как вы видели в описании можно скачивать не только с ютуба но и с фейсбук инстаграм и всех остальных соцсетей что я считаю достаточно хорошим показателем не логично и не интуитивно понятно выбор качества но все таки разобраться можно скачать видео ну там две минуты не очень много поэтому даже на моей старенькой машинке все это достаточно неплохо качается тоже заявка на победу неплохо очень даже неплохо хороший бендл дата рекавери приложение для восстановления данных вот здесь у вас SD-шники есть вы можете отсканировать приложение я попробовал но как-то там есть ограничение до активации по количеству файлов там по размеру ну не знаю сейчас вам скажу здесь какая-то версия есть 7.5 вроде бы не левая какая-то программа но опять же на любителя узкоспециализированная вот как есть программа где-то здесь была DriveX диск который показывает какое у вас здоровье на вашем SSD тут есть восстановление данных опять же с флешек то есть ты проверяешь свой диск если он все-таки полетел я привык пользоваться программой Data Research когда у меня это было и привык делать резервные копии поэтому с потерей файлов я с 2011 года с марта когда начал делать когда купил макбук начал делать бэкапы ни разу в личной жизни не сталкивался другие файлы те алиги я восстанавливал надеюсь это можно прервать да я хочу прервать тут слишком много файлов и тут можно его восстановить медиа допустим давайте вот какой-нибудь файлик рековер и вы видите чтобы воспользоваться восстановлением нужно файлики программку активировать и здесь вроде бы есть превью но оно не работает может у меня старая машина может это золоченность неактивированной версии но превью здесь тоже нету поэтому сказать вам как она работает тоже не могу а покупать опять же смысла не вижу положение ремоут вейкап положение позволяет посмотреть какие у вас занятые порты тоже понравится сетевикам всяким этим админам сис админам по-моему это вот про это было вот у нас побежали мои мако дайса айпишники их можно назначать переназначать то же самое вот по мне некоторым количеством людей некоторой категории людей это может положение понравиться положение шреда как понятно из названия положение для стирания данных один проход два прохода полное удаление неполное удаление если вы параноик это не значит что за вами не следят и теперь уж истираешь этим приложением всю чертовой мать и начинаю понимать зачем Apple добавила Touch ID в свой мак потому что без него с такой паранойи с опросом на каждое действие пароля Touch ID нужен нужен пароль добавил пальчик нужно списать деньги добавил пальчик обновление вышло тоже нужно пальчик добавить ну и приложение которое я себе точно куплю называется Spotless это приложение стоящее вот столько и купить я его смогу по-моему за 3-5 долларов по-моему за 3 и оно напоминает мне приложение Hazel которое я пользовался на мать в течение 3 лет это приложение которое позволяет создавать различные правила по сортировке файлов и вы сможете на автоматическом режиме практически создавать такие правила по которым у вас фотографии будут перебегать в папочку фотографии фото там же будут конвертация перегонка из одних файлов в другие бегите на сайт Bundle Hub и покупайте это приложение потому что я его себе куплю несмотря на то что оно первой версии Hazel не знаю когда будет продаваться или нет но мне достал бартак на рабочем столе и в папке загрузок а так ты один раз щелкнул и у вас частота это я себе куплю вот однозначно ничего не будет больше рассказывать будет отдельный обзор на канале про это приложение я в нем еще не пользовался но то что я увидел на заставке на демо версии мне это надо хочу 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 WAPI Data WAPI это приложение у нас для проверки нашего SSD и здесь тоже активация очистка форматирование ну возможно в этом что-то есть клонирование там была раньше отдельная пруга для клонирования здесь все вместе сложно еще одна чистилка может быть может быть может быть оно имеет место быть Sing me later later я не хочу хочу реальное не надо мне каждый раз показывать вот это все это какой-то умный заумный рисовальщик чего-то там файлов не файлов не хочу разбираться ооо это для программистов для программистов не знаю что это такое HTML 5 код возгонка делета все вот это вот туда идет это не по мою душу screen screens это тоже заявка на покупку это приложение для удаленного подключения к рабочим столам это тоже заявка на покупки если бы я был системным администратором работая на маке она подключается к винде к всем остальным протоколам может быть ее можно даже себе купить по запас но мне не надо ну я не админ у меня нет соответствующего опыта мозгов и задачи тоже мне не нужны всякие ани деск или тем вьювер мне хватает вот так вот но опять же это знаменитое приложение если вам что-то подобное нужно синхронизация ключи вот это офигенно люди тащились от программы в свое время и я тоже думал себе ее когда-нибудь купить квалищ квалищ это тоже приложение для сжатия файлов как вы говорите видите но здесь настроек совсем мало жал не жал неизвестное приложение мне версия хотя вторая но 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 последний патч создание 2016 год не убедил чего-то меня купить мета имейдж мета имейдж чувак что ты от меня хочешь опять демо демо я хочу демо фото что ты делаешь чувак это прописывание тагов и свойств файлов ух ты тоже узкоспециализированная задача и может быть для кого-то она нужна но это это что-то в этом есть если вы выкладываете кучи фоток в социальные сети там фотобанки это очень даже может быть а мне не нужно фото ресей я называю как он называется демо слово как вы меня своей рекламой достали если бы вы знали но это простейшее положение для обработки что-то в этом тоже есть в принципе иногда тоже бывает полезно надеюсь стоит немного но мне это тоже не нужно нужно